Сегодня я хотел бы вам рассказать, как с помощью интеллектуального позиционера FieldView DVC можно определить утечки воздуха питания до того, как это стало реальной проблемой. Система распределения сжатого воздуха на любом предприятии имеет очень разветвленную структуру. Сжатый воздух по трубам и трубкам подается ко множеству оборудований, в том числе к арматорным узлам. И иногда случаются такие ситуации, когда у нас на линии возникают утечки, например, вследствие повреждения. И тогда у нас возможны два варианта развития ситуации. Вариант первый, когда у нас давление падает ниже порогового значения, и тогда клапан просто занимает свое положение безопасности предусмотренной конструкции. Это либо нормально открытое, либо нормально закрытое положение. А что происходит в том случае, если у нас давление снизилось, но не настолько, чтобы клапан сработал? В этом случае у нас клапан будет продолжать работать, и ситуация будет казаться нормальной до тех пор, пока клапану не понадобится совершить полный ход, а это уже потенциальная аварийная ситуация. Я хочу вам показать, как можно узнать о такой утечке до того, как она станет реальной проблемой. Для этого мы собрали демонстрационный стенд, который у нас состоит из клапана Фишера ЕЗ, с приводом 667, который обеспечивает нормально закрытое положение и полностью открывает клапан при максимальном давлении питания. У позиционеров FieldView DVC есть несколько десятков сигналов предупреждений, которые очень легко конфигурируются. В том числе среди этих сигналов есть сигнал о пониженном давлении питания. Имитировать утечку воздуха будем с помощью такого дополнительного крана, который установлен на фильтре-регуляторе. На клапан у нас подается сигнал управления от системы Delta V, который находится за моей спиной. Это сигнал в виде синусоиды, который также будет имитировать реальную работу клапана. И за всем этим мы будем наблюдать с помощью программы ValveLink, где хорошо видно управляющий сигнал и реальное положение клапана. А теперь давайте создадим искусственную утечку воздуха таким образом, чтобы клапану чуть-чуть не хватало максимального давления. То есть чуть-чуть придушим клапан. Как вы видите, клапан, хотя и следует за заданием, но он не может достигнуть максимального положения. Это также хорошо видно на мониторе программы ValveLink. Но в реальности никто не сидит, уставившись в монитор, наблюдая за работой одного единственного клапана, потому что на предприятии таких клапанов установлены сотни. Для этого как раз и существуют сигналы предупреждений, которые генерирует позиционер DVC. И как мы можем увидеть, то у нас вкладка сигналов предупреждений, alerts, она покраснела. У нас стал активным сигнал предупреждения о пониженном давлении. Этот сигнал можно вывести в систему управления оператору установки для того, чтобы он сообщил об этой проблеме в службу КИП. Сейчас мы создали искусственную ситуацию, в которой клапан в каждом цикле проходит полный ход от открытого до закрытого состояния. И утечку воздуха очень хорошо видно визуально. Но в реальности регулирующий клапан может находиться в промежуточном состоянии в течение длительного времени. И эта утечка будет оставаться незамеченной до того времени, пока клапану не потребуется совершить полный ход, а он не сможет этого сделать. Вот таким образом, с помощью интеллектуального цифрового позиционера FieldView DVC, можно предотвратить потенциально аварийную ситуацию на предприятии. Субтитры создавал DimaTorzok